В лагере Бухта-Отрада сейчас живут 200 маленьких гостей из Амурской области. Их распорядок построен так, чтобы дети смогли восстановиться после переживаний, вызванных потопом, и не запустили учёбу. Сразу 8 малышей стали первоклассниками в таких необычных условиях. Учебниками обеспечены полностью на 100% ребята с 1 по 4 класс. На сегодняшний день руководитель, преподаватель, который руководит организацией учебного процесса среди детей Амурской области, подготовил список учебников для старшеклассников, которые будут собраны в школах Находкинского городского округа. Из родных мест дети отъезжали в довольно спешном порядке. Однако сумки собрали основательно. У всех с собой есть вещи, сменная одежда, то есть необходимости нет. Единственная необходимость, как оказалось, никто не был готов, это полотенце. Потому что брать не брали, ехали поездом, сказали, в поезде дадут. Здесь вроде тоже дали, но тут полотенце банных, я понимаю, нет, видимо, только для лица, поэтому полотенце детям надо. И вот подошли учлят, посказали, что мальчишкам нужна обувь. То есть сорвали кроссовки, буквально там 43-42 размер, и ребята среднего, 17 по 25 размер, тоже как бы вот такая спортивная обувь нужна. Точно неизвестно, сколько продлится эта сентябрьская смена, ориентировочно до 18-го. А если вода в Амурской области так и не спадет, пансионат продолжится. Есть, которые детки тоскуют, некоторые даже плачут, но работают. И воспитатели успокаивают, и вожатые работают, успокаивают, их стараются развлечь, увлечь. Даже преподаватели рассказывают о том, что дети, которые раньше в их школе учились, были тихие, незаметные, робкие, на сцене пляшут в первых числах, довольные. Поддерживать здоровье и образовательный уровень детей – одна из основных задач этой спасательной поездки в Приморье. Занятия с юными амурчанами уже начали по тому же учебному плану, что и в обычных школах. Александр Шутловский, Яна Романюк, Панорама.